День открытых дверей в парке Раздолье! Это будут спортивные тренировки на баскетбольной площадке, растяжки, футбольный мастер-класс от школы футбола. Это будут выступления в амфитеатре, шоу мыльных пузырей, концертная программа эстрадон-джастового оркестра Андрея Балина. Это будет мастер-класс по танцам. Осторожно, тролли на детской площадке. Сказочное шоу придумала команда аниматоров, чтобы повеселить всех пришедших в этот день. Праздник, организованный аниматорами, профессиональными артистами, с красочным реквизитом, порадовали ребят. Кстати, принять участие в программе мог каждый и совершенно бесплатно. Побывать в роли кибергения или блогера – да, пожалуйста, главное желание. Мы проводим мастер-класс в парке. Я блогер начала. То есть, как представляться, как не бояться камеру, как говорить, как блогер, да, динамично, экстратрично, чтобы было все понятно, ясно. И прощаться тоже, как блогер, чтобы дети уже попробовали себя в этом. Камера идет, начали! Всем здорова, ребята! Вы на канале Минтер Уинтер. Меня зовут Влад, мне 13 лет. На этом канале вы найдете дуэли по Стандофф-2 вместе с подписчиками. В этот день посетители парка признавались – глаза буквально разбегаются. Так хотелось попробовать все. Весело, познавательно и интересно. Жители особенно отметили развлекательную часть программы. Хочется посетить все подряд. Вот мы сейчас были на анимационной программе, сейчас идем на аквагрим, потом идем на мастер-класс. В общем, ну, дети, мне кажется, просто тут раздолье действительно. Семья Пискаревых на праздники вместе с ребенком. Говорят, что любят этот парк за особую атмосферу в любое время года. Много детей, все довольны, отличная музыка, хорошее развлечение для детей. Нам очень нравится, здесь хороший парк, приятно отдыхать в нем в любое время года. Праздник под открытым небом удался. В этот день никто из гостей не скучал. Ну, а парк Раздолье готов и дальше радовать своих посетителей праздниками, активностями и развлечениями. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.